В Нягонь поступила вакцина от гриппа. В первую очередь она рассчитана на граждан из группы риска, детей, людей старше 65 лет, беременных, социальных, медицинских и педагогических работников. Иммунизация населения в преддверии периода респираторных заболеваний не случайно проводится параллельно с началом учебного года, когда дети начинают массово контактировать друг с другом. По последним данным иммунопрофилактика гриппа дает также дополнительную защиту от коронавируса, но между прививками следует выдержать интервал. Сейчас активно прививаются медучреждения, образовательные учреждения. Вакцинацию можно пройти в смотровой поликлинике с 8 до 12 в кабинете 8, также на Уральской с 10 сентября. Все желающие могут прийти на вакцинацию по участку к участковому терапевту. Вакцинация против гриппа проводится через месяц после любой вакцинации, включая вакцинацию против коронавирусной инфекции. Настало время ревакцинации. Для нефтьюганских врачей стартовала повторная прививочная кампания. Прошло более полугода с первой иммунизацией работников скорой помощи. А значит, настало время позаботиться о продлении защитных сил организма. Вакцинация – главный инструмент в борьбе с распространением коронавируса, напоминает окружной департамент здравоохранения. Также отмечается, что в нефтьюганске имеется достаточное количество препарата «Спутник Лайт». Именно он рекомендуется для повторной прививки. Первыми проходят иммунизацию работники специализированных бригад по борьбе с ковидом, пневмониями и ОРВИ. В начале осени у Ханты много работы в лесах. Застать их дома крайне тяжело, поэтому проводники заранее договариваются с коренными народами о дате и времени визита. Здесь, на юртах, сохранился традиционный образ жизни. До крупных населённых пунктов добираются исключительно на вертолёте. Поэтому и члены избирательной комиссии, и наблюдатели прибыли сюда по воздуху. Тайна голосования соблюдена благодаря специальным планшетам. А роль урны исполнил прозрачный опломбированный ящик. Не забыли и про санитарные требования. Маски, перчатки, у каждого своя ручка. В целях безопасности все правила должны быть соблюдены. Возможность реализовать своё конституционное право есть у каждого гражданина России. И ханты не исключение. Мы если приедем, где там найдём, чё голосовать, откуда знаешь. Или посёлки. Комитет же севера есть. Так вот, они летают, чтобы мы голосовали. София Сурломкина к голосованию относится очень ответственно. Она представительница молодого поколения. И в выборах будет участвовать только второй раз. Но она хорошо понимает, от этого зависит не только её будущее, но и будущее детей. Нам важно, как представляют наши интересы, нашего народа. Нам очень приятно, что к нам прилетают на вертолётах. И мы могли бы голосовать, а не было бы выезжать в посёлок. Ну и сложнее выбираться. Как отметили в избирательной комиссии нефтьюганского района, ханты одни из самых ответственных избирателей. Практически все, кто находился на стойбище, то есть в полном списочном составе, да, все очень добросовестно наши коренные жители отнеслись к голосованию, к выборам. Около пяти часов провели в воздухе члены избиркома. За это время удалось облететь семь стойбищ. Свой выбор ханты сделали. А их голоса будут подсчитаны вместе с голосами всех жителей страны 19 сентября 2021 года. Детская площадка на улице Лесная появилась три года назад. Тогда и состоялось её торжественное открытие. Инициаторами поставить детскую площадку в данном районе принадлежало жителям окрестных домов. Всеми хастут дети и площадка была необходима. Благодаря инициативному бюджетированию появилась восьмая по счёту площадка в посёлке Сосновка. Сама идея создания данного игрового комплекса пришла к нам, к жителям улицы Лесная в 2018 году. На данной нашей улице проживают много семей с детьми, а детской игровой площадки не было. Поэтому мы создали свою инициативную группу по улице Лесной. Обратились в администрацию посёлка Сосновка с предложением приобрести игровой комплекс. Администрация наши предложения поддержала и закупила нам данный игровой комплекс. Детскую площадку смонтировали в 2018 году силами работников ЛПУ и жителей улицы. Но на этом сосновцы не успокоились. Решили облагородить место и сделать его комфортным для игр и отдыха. Установили лавочки, возвели ограждения, поставили фонари. В 2020 году вышли с предложением докупить на нашу площадку дополнительные игровые комплексы. Администрация посёлка Сосновка нас также поддержала, провела закупку. Мы это всё установили, смонтировали. Детская площадка превратилась в настоящий игровой комплекс. Здесь резвится детвора не только днём, но и вечером. Родители могут быть спокойны за своих детей, зная, что они играют рядом с домом. Дети всегда под присмотром, их видно, они всегда рядом с домом бегают, гуляют. Не надо уже искать их по всему посёлку, что на другой, на той площадке просто из дома выходишь. Вот в окошко посмотрел, дети дома, возле дома бегают, играют, что старшие, что маленькие, что всякие. Это детская площадка, мне нравится всем. Но самое главное, мне нравится большая качель. На ней очень много может поместиться. И мы с Кристиной любим после школы там покататься. Мне нравится песочница. Там можно всякие кулички лепить или всякие пирожки из песка. Детский игровой комплекс посещают не только ребята, чьи дома находятся поблизости. Сюда бегут дети со всего посёлка после школы секций кружков. Детвори раздолье, а родителям спокойно. В Нягоне стартовал отопительный сезон. Правда, тепло пока дали в некоторые социальные объекты. Запуск остальных сетей вопрос нескольких дней. К проверке всех систем здесь приступили традиционно раньше графика. Это позволило выявить тонкие места на теплотрассах и вовремя их устранить. Ну а образовательные учреждения уже сейчас имеют возможность создать комфортные условия для занятий своих воспитанников. Так что и детям нет необходимости заниматься в куртках, и с творческими материалами в тепле работать проще. Мы сегодня, как говорится, занимаемся первый день занятия. Дети принесли свои красивые новые коробочки пластилина. У нас очень хорошо, уютно, светло, тепло. Всё предоставлено, все условия для наших детей. Пластилин, конечно, не замерзает. Он у нас мягкий. Вот детки сейчас, они его немножечко разминают. Вот ещё готовимся. Как вы видите, у нас детки, конечно, они сидят в обыкновенных футболочках, рубашечках. Вот, да, им тепло. Пожалуй, лучшего дня для субботника в начале северной осени и не придумаешь. В непривычно солнечный день на территории базы «Витязь» – настоящий праздник на свежем воздухе. Поучаствовать в необычной и совсем не скучной уборке решили более 60 человек. После регистрации участникам выдали необходимый для уборки инвентарь, перчатки и мешки. Синий – для пластика, чёрный – для смешанного мусора и особо прочный – для стекла и металла. Собирая и разделяя его, команды зарабатывают баллы. За каждый мешок даются баллы определенные. Смотря что принёс и сколько. На складах их будут встречать волонтёры, которые будут нести ответственность за мусор, который им принесли. Они будут стоять судьи, которые будут тут же начислять баллы. Есть ещё и внутренние такие конкурсы, назовём испытания. Это артефакт. Например, кто нашёл какую-нибудь интересную вещичку. На его взгляд она интересная, но мало принести и показать. А ещё надо придумать, как её, скажем так, вкусно презентовать. На борьбу с мусором пришли не только волонтёры. Здесь и школьные объединения, и трудовые коллективы. Для них «Субботник» – весёлое соревнование. Поэтому и настрой на массовую зачистку позитивный. Мы не могли не принять участие в той инициативе, которую поддержала наша компания по формуле хороших дел. Получается, команда «Активист» инициировала проведение «Чистых игр». Мы, естественно, обеими руками за. Что вы ждёте от сегодняшнего мероприятия? Эмоций и такой внутренней галочки, что мы сегодня, как в сказке, настоящие маленькие принцы проснулись и мылись и пришли прибраться, привести в порядок планету. Мероприятия «Чистые игры», которые посвящены экологическому воспитанию населения, в том числе детей, я думаю, что это одно из достаточно важных и нужных направлений. Тем более, что это направление объявлено одним из приоритетных президентов Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Территория рядом с карьером, излюбленное место отдыха горожан. Место хоть и красивое, но загрязнённое. Мусора здесь хоть отбавляй. Здесь торопятся выполнить задания участники команды первой школы. Для дополнительных баллов нужно успеть сделать фото до и после, да и поторопиться распределить весь мусор по разноцветным пакетам. Тем самым внести свою лепту в наведение красоты и порядка. Природа, она и так злится на нас, что мы очень много выпускаем в ней углекислого газа, мусорим постоянно. И природу надо беречь, поэтому мы решили помочь убираться. Старые покрышки, сковородки и даже руль. Чего только не нашли участники субботника на карьере. После мероприятия весь этот сортированный мусор. Заботливые волонтёры отправят на переработку. В борьбе за чистоту третье место заняла команда «Идельвейс». Второе место за «Смешариками». Победителем самого масштабного квеста стала команда «Защитники природы». Кроме победы коллектив детского сада «Белочка» отличился и в номинации «Лучший артефакт». Педагоги оригинально представили судьям необычную находку. Но всё-таки главной победой всех участников стал собранный материал. По словам организаторов, на переработку отправится более двух тонн мусора. Полина Сергеева, Данила Лебаев, телекомпания «Пытьях.Информ». Нягонец Владимир Дзензюра представит Югру на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России». Месяц назад начинающий бизнесмен, благодаря металлическим арт-объектам, на сборку которых уходит от нескольких дней до полутора месяцев, был признан лучшим молодым предпринимателем округа. Его мастерская, сделанная в Нягоне, сегодня известна далеко за пределами нашего региона. Есть отдельный цех по красочным, есть отдельный цех по металлоконструкциям, есть отдельный цех по арт-объектам, малым архитектурным формам. То есть сердце, любимая Нягонь, ну и дальнейшие, которые мы сейчас работаем. Пылающее яркое сердце и дорогие слова любимая Нягонь не видел только ленивый. Эти арт-объекты давно стали местом притяжения для фотосессий горожан и практически брендом города. Сегодня в работе у предпринимателя еще ряд масштабных фигур. Вот своего напарника оленя ждет сибирский медведь, который, возможно, займет место на одной из Нягонских улиц. Идея изначально была, что это тайга, север, югра. То есть это наши близкие животные, которые живут рядом с нами. И хочется их изобразить в металле, чтобы люди показывали детям не только в зоопарках, особенно если зоопарки уходят давно уже. Поэтому хочется сделать такие монументальные фигуры, которые будут стоять и радовать глаз. Металлическое сердце плюс малые архитектурные формы и мебель в стиле лофт покорили живые сердца экспертов окружного конкурса, которые оценивали бизнес-проекты по нескольким критериям. Среди них конкурентоспособность, социальная значимость и инновационность. Такого производства в регионе нет. Владимир Диндюра был признан лучшим молодым предпринимателем Югры, у которого еще масса задумок. Сегодня его продукцию знают не только в пределах округа. Конструкции из металла уже стоят на Чукотке, и впереди немало работы. Аналог сердца Нягани появится еще в четырех городах Югры. Молодой предприниматель выиграл грант по развитию бренда округа. Елена Куксаус, Евгений Несмеянов, Нягонский телеканал. Специально для телеканала Югра. Нескольких любителей побродить по лесу пришлось искать спасателям Октябрьского района. За одни только сутки зональному отряду пришлось выезжать три раза по сообщениям о пропаже людей. В первом случае заблудившегося мужчину обнаружили при помощи сотовой связи и специальной программы. Спасатели определили примерный азимут и сориентировали гражданина. Он найден в удовлетворительном состоянии, медицинской помощи не нуждался. Также поисковая группа при помощи сигнального говорящего устройства успешно вывела из леса еще двоих человек. В третьем случае по сообщению о пропаже троих человек уже по пути следования к месту вызова спасатели получили команду отбой. Центроспас Югория напоминает, если вы собираетесь в лес, обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей. Укажите в каком районе планируете искать дикоросы, когда хотите вернуться. Обращайте внимание на крупные ориентиры близ зоны вашей прогулки. А еще позаботитесь о снаряжении, мобильном телефоне, лекарствах, дождевике и так далее. Внимание! Пожарная тревога! По легенде, учение возгорания началось в электрощитовой. Заметив опасность, сотрудники школы, нажав тревожную кнопку, вызвали пожарную охрану и приступили к эвакуации учащихся. Можно сказать, что дети были эвакуированы достаточно быстро, слажены, никакой суеты не было. Все преподаватели, которые вели в момент тревоги уроки, тоже сработали очень хорошо. И дети были вовремя и быстро эвакуированы. Для каждого класса был определен маршрут эвакуации, чтобы разделить потоки и не создавать очереди на выходе. Ученики и весь персонал учебного заведения организованно собрались на спортивной площадке. Зимой для этой цели используют помещение соседней школы номер 2. Тем временем на вызов прибыли пожарные. Приехало отделение пожарной части поселка Излучинск. Нашего филиала в полном составе. Они протянули рукавную линию до места возгорания, встали на гидрант, потому что пожарная техника всегда встает на гидрант. И подали условный ствол на ликвидацию возгорания. Пожарно-тактическая тренировка – одно из многих профилактических мероприятий, которые проводятся для обеспечения безопасности в учебных заведениях Нижневартовского района. Отработка плана эвакуации – это наиболее объективный способ оценить действия работников, дежурного персонала, а также учащихся в процессе эвакуации. Выявить недостатки для их устранения, отработать навыки действия при пожаре и в дальнейшем скорректировать в случае необходимости все процессы эвакуации. Всего во время учений из школы эвакуировали около 800 человек, включая учащихся, педагогов и персонал. И хотя эта тренировка первая в новом учебном году, слаженность и быстроту действий ребят и сотрудников учебного заведения оценили высоко. Михаил Светошев, Сергей Максимчук, телевидение Нижневартовского района, из Лучинск. Специально для телекомпании «Югра». 8 лет ожидания, и теперь жителям Алябьевского не нужно ездить в Пионерский или Советский для получения полного спектра услуг. С сегодняшнего дня принцип одного окна работает в родном поселении. Все услуги должны предоставляться в одном окне. И МФЦ данные услуги предоставляет, то будь и муниципальные, региональные, либо федеральные. Самое главное, что сейчас все это находится в шаговой доступности. Я безумно рада за наших односельчан. Я очень рада, что такие значимые события проходят сейчас у нас в нашем поселении. Это определенная гордость. Гордость за свою команду, за тех людей, которые поддерживают. И, конечно же, гордость за жителей нашего поселения. Искренне всех поздравляю вас с замечательным событием. Успехами команды Алябьевского можно гордиться, потому что команда действительно настоящая, сильная, способная решать серьезные задачи. И вот как пример сегодня открытия территориального подразделения, то, что одна из таких сложных задач была решена. Всех вас с праздником. Поздравляю. В новом отделении многофункционального центра созданы все условия, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Большой плюс и в том, что жителям не нужно будет стоять в очереди. Чтобы получить необходимую услугу, достаточно позвонить по телефону или записаться через сайт госуслуг. Мы очень хотели, чтобы у нас был свой вот этот центр. Потому что, знаете, теперь ситуация такая, пенсионеры, надо ездить в это, записываться, потом поехать на маршрутке. Это как бы и расходы лишние, а с другой стороны, вот сейчас с этой пандемией, лишний раз и не хочется куда-то ехать. Я считаю, что для нашего населения это большое благо. Людям не надо ехать в Пионерский. Там сократятся очереди. Здесь люди почувствуют комфортность. Действительно, предоставление услуг в шаговой доступности для людей очень значимо. В первый же день открытия у специалиста центра есть посетители. Вот моя доверенность. И вот у нас парочка. Вот мой паспорт. Услуги могут получить жители абсолютно всех поселений. Вне зависимости, где они проживают и зарегистрированы. Также у нас можно получить услуги по принципу экстерриториальности. Если это услуги Росреестра, то вне зависимости от того, где находится недвижимое имущество, подать документы можно также здесь. Филиал МФЦ в Алябьевском, седьмой по счету в Советском районе. Сейчас услуги по принципу одного окна могут получать все жители муниципалитета в своих поселениях. В Алябьевском офис «Мои документы» работает по адресу улица Комсомольская, дом 7. Мария Кузьмина, Владимир Щеколёв, телеканал «Первый Советский». Свой дом появился у добровольцев района. Ресурсный центр развития и поддержки волонтёрства сменил адрес. В новой штаб-квартире добровольных помощников сделан ремонт, установлено современное оборудование оргтехника, есть доступ к интернету. Но сейчас мы занимаемся подбором волонтёров, скоро у нас будет перепись населения, сейчас этим занимаемся, а также сейчас мы продолжаем развозить продуктовые наборы для неработающих пенсионеров, проживающих на территории Белоярского района. И текущие акции к различным датам также проводим. Одним из первых добровольцев с новосельем поздравил глава района Сергей Маненков. Он пообщался с руководством учреждения, представителями Совета молодёжи и Общественной молодёжной палаты, а также волонтёрами города, поблагодарив их за активную гражданскую позицию. И на мой взгляд, сегодня это место, где вы будете, не надо ни у кого просить помещение, вы хозяева этого помещения. Я уверен, что хороших, в кавычках, бредовых идей, которые мы, Белоярцы, страдаем, вы вынесете. И теперь нам будет просто, мы в онлайн-режиме с вами будем общаться, я в кабинете, вы здесь, и сразу напрямую будете задавать вопросы. Это очень здорово. На новоселье принято дарить подарки. Сергей Маненков решил не нарушать традиций и вручил руководителю молодёжного центра «Спутник» Елене Новосёловой сертификат на развитие ресурсного центра. Прежде всего, конечно, хотелось бы поблагодарить администрацию в вашем лице за то, что предоставили нам такое прекрасное помещение, за то, что выделили денежные средства для приобретения офисной мебели, техники, прекрасного оборудования. Всего в Белоярском районе насчитывается 46 волонтёрских объединений, в работы которых вовлечено более тысячи добровольных помощников. Это люди разного возраста, пола и социального статуса. Но их сближает одно – желание помогать людям. Гитары, виолончели, скрипки, народные, духовые инструменты и, конечно же, рояль. Детская музыкальная школа теперь оснащена всеми необходимыми инструментами для воспитания талантливых учеников. Такие музыкальные обновки школа смогла приобрести благодаря национальному проекту «Культура». Что примечательно, федеральная программа не просто подарила музыкальные инструменты школе, а дала возможность преподавателям самим выбрать их. Обязательное условие – закупаться можно было только у отечественных производителей. Мы не экономили на инструментах, выбирали долго, тщательно, потому что российских производителей не так много, как бы хотелось, и качество не у всех соответствующее. Но Михаил Глинка, мы выбрали концертный рояль, который соответствует всем показателям, и он третью часть бюджета у нас занял. Всего в рамках национального проекта школе выделили 9 миллионов рублей. На них музыканты закупили не только инструменты, но и учебные материалы в свою библиотеку. Еще одно немаловажное приобретение для школы – это интерактивные доски. Их установили в кабинеты для теоретических занятий – сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки. Эти панели позволят внедрить в образовательный процесс электронные образовательные программы, а также применять инновационные технологии, что также позволит образовательный процесс сделать еще более интересным, современным, понятным нашим современным детям. Звучание новых музыкальных инструментов уже оценили ученики школы. По словам юных талантов, разница между старыми и новыми инструментами значительная. Он хорошо звучит, на нем приятно играть, педаль можно удерживать, звук. Играть не надо громко, чтобы слышно громко было. Приятно просто нажать, и сразу слышно будет. Старые инструменты выкидывать никто не собирается. Часть из них осталась в стенах школы. Списанные инструменты раздали начинающим школьникам-музыкантам, чтобы оттачивать свое мастерство они могли и вне учреждения.